Самая важная песня из всех, что он написал. Песня, историю которой должен знать каждый, ведь эта песня затрагивает проблемы, которые касаются всей нашей планеты. Перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы не пропускать интересные истории из мира музыки, а также быть в курсе всех новостей и событий. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. И начнем мы с вами с далеких 80-х годов. Конец 80-х оказался поворотным моментом не только для социального и политического просвещения Майкла Джексона, но и для всего окружающего мира в целом. Жестокость в Палестине нарастала, как и вырубка деревьев в лесах Амазонки, а также нефть, грязь вокруг ее берегов. Кроме того, появлялись сообщения о грядущем глобальном потеплении. Некоторые из этих историй доводили Майкла Джексона до слез. Он пропускал все эти истории через себя и чувствовал физическую боль. Многие люди насмехались над его чувствительностью, и это его приводило в ярость. Вот что он сам говорил о проблемах. Обычный человек считает, что чужие проблемы решат за него. Может решат, а может и нет. Я так не считаю. Проблемы не могут быть чужими, правда. Я чувствую их. Ребенок, плачущий в эпиопии, чайка, попавшая в нефтяное пятно, молодой солдат, пребывающий в ужасе, слыша над собой самолеты. Все проходит через меня, даже если я просто слышу об этом. Один раз во время репетиции в танцевальном зале Майкл Джексон просто взял и остановился, потому что он вспомнил кадр, который он видел несколько дней ранее. Он видел, как дельфин запутался в сетях. Его тело было переплетено сетью, и можно было увидеть, в какой агонии он пребывал. И именно тогда в его голове поселилась мысль о том, что нужно создать песню от лица всей планеты. В 1988 году он находился на гастролях в Вене. И именно там, 1 июня 1988 года, родилась шедевральная песня Майкла Джексона «Euf Song». Первое, что пришло Майкла Джексону, это припев. Бессловесный плач. Он сразу же схватил диктофон и все это записал. Когда он записал это на диктофон, он сказал «это оно». Позже он поработал над куплетами и припевами. И всю эту композицию он никому не показывал, а держал у себя в голове. Позже он сказал, что это самая важная песня за всю его жизнь. Майкл Джексон задумал композицию «Euf Song» как песню с простой мелодией и с очень глубоким смыслом, которую может и взрослый, и ребенок из любого уголка мира понять, даже тот, который не знает английского языка. И вот как он сам говорит о написании этой песни. «Я помню, как писал Euf Song, когда был в Австрии в гостинице. Я испытывал столько боли и страдания от тяжелого положения планеты Земля. И для меня это песня Земли, потому что я думаю, что природа так сильно пытается компенсировать неправильное использование человеком Земли. Происходит экологический дисбаланс, много проблем испытывает окружающая среда. Я думаю, что Земля чувствует боль, у нее есть раны, но есть некоторые радости на планете. Это мой шанс позволить людям услышать голос планеты. Вот что вдохновило меня. Песня просто упала мне на колени. Песня Земли, ее песня, ее голос, плач и мольба». Когда он начал ее писать в 1988 году, назвал он композицию «What About Us». Позже он записал демо-версию, когда готовил альбом Dangerous. Но на этом история не заканчивается. Он вернулся к этой композиции в 1994 году. Тогда он готовил свой альбом History. Таким образом, в общей сложности работа над песней заняла около 7 лет. Позже он переименовал эту песню с названия «What About Us» на название «Öf». А позже все-таки решил сменить название и назвал «Öf Song». Когда он записывал вокал, он оставил самый кульминационный припев на конец записи, на самый последний день. Потому что во время записи он собирался просто убить свой голос, что он и сделал. Восстановление голоса потребовало потом несколько недель. Эта композиция увидела свет 27 ноября в 1995 году. Композиция возглавила чарты Великобритании и Германии и стала самой продаваемой песней Майкла Джексона. Но песня оказалась совсем непростой. Эта песня получилась не просто песней, а она получилась целым гимном. Социальные песни, а также песни протеста стали давным-давно наследием рока. Композиция «Öf Song» была более драматичной и эпической. Ее корни уходили гораздо глубже, а взгляд был более панорамный. Это был глаз вопиющего в пустыне, вырванных из книг Иова и Иеремии. Это было апокалиптическое предзнаменование. Но критики так и не поняли, как же стоит интерпретировать эту песню. Необычное слияние опера, рока, госпела и блюза было похоже ни на одну композицию, которая до этой песни звучала по радио. Песня нарушала практически все традиционные рамки, которые присущи гимну. Вместо национализма она призывала к созданию мира без иерархий. Вместо созвучной речевки, которую можно нанести на футболку или на рекламный баннер, эта композиция была криком, который каждый понимал. Вот как звучит перевод этой композиции с английского языка. А как же восход? А как же дождь? Как быть с теми вещами, о которых ты сказал, что дал их нам во владение? Что происходит с полями сражений? Есть ли еще время? Что происходит со всем тем, что ты назвал твоим и моим? Переставал ли ты когда-либо замечать всю ту кровь, пролитую нами? Переставал ли ты когда-нибудь замечать землю, обливающуюся слезами? Что же мы наделали с миром? Посмотри, что мы натворили со всем тем миром, который ты завещал своему единственному сыну. Смотрите, какие глубокие слова. Конечно же, позже на эту песню Майкл Джексон стал клип, который стал не менее легендарным. Клип на эту композицию был снят известным фотографом Ником Брентоном. Видеоклип был признан лучшим в 1996 году, а в 1997 году получил номинацию на Грэмми. В клипе затрагиваются проблемы окружающей среды. Присутствуют сцены убийства и насилия над животными. Вырубка лесов, загрязнение воздуха и войны. Этот клип снимали в четырех географических местах, которые тоже имеют немаловажное значение. Первое место – это тропические леса Амазонки, которые подвергаются вырубке. Кстати, коренные индейцы, которые снялись в этом клипе – это местные жители. Второе место – это военные действия в Хорватии. Третье место – это Танзания, где снимались сцены убийства животных. При съемке этого клипа ни одно животное не пострадало, но в клип действительно были взяты кадры из архивов уже с имеющимися убийствами животных. Вы представляете, насколько сильно Майкл Джексон хотел поделиться этой идеей, хотел поделиться криком земли и тем, чтобы мы не загрязняли окружающую среду, что он не просто снял клип в каком-то павильоне, а он приезжал на места и освещал те проблемы, о которых просто не мог молчать. «Эф Сонг» была последней песней, которую Майкл Джексон репетировал перед своей смертью. И сейчас я вам хочу показать такие слова Майкла Джексона, которые затронут душу каждого из вас. «Я уважаю секреты и магию природы. Именно поэтому я так сержусь, когда вижу, что происходит в мире, что каждое мгновение я слышу, как в Амазоне вырубают огромные площади лесов размером с футбольное поле. Такие вещи действительно беспокоят меня. Поэтому я и пишу такие песни, чтобы дать людям прозрение и надежду, «Я люблю нашу планету, я люблю деревья, у меня просто мания, я обожаю их цвета и то, как они сменяют листву. Я люблю это, я обожаю это. И я уважаю эти вещи. Я чувствую, что природа отчаянно пытается восполнить то, что люди сделали с планетой. Планета больна, ее лихорадит. И если мы не исправим это сейчас, мы отправимся по дороге в один конец, откуда нет возврата. Это наш последний шанс исправить проблему. Это похоже на скоростной поезд. Когда придет время, все, шансов больше не будет». Люди обычно говорят, «Ах, но они же обо всем позаботятся, правительство позаботится». Они? Кто они такие? Все начинается с нас. Есть только мы, иначе это никогда не будет сделано». Композиция стала настолько актуальной, и все те проблемы, которые Майкл Джексон затрагивал в этой композиции, актуальны и на сегодняшний день. Поэтому исполняют многие знаменитые артисты. Так, например, эту композицию исполняет оперная дива из Бразилии «Кармен Монарх». Ее исполнение потрясает так же, как и исполнение Майкла Джексона. Люди в зале, когда она поет эту композицию, просто плачут. Мне кажется, в женской версии эта композиция тоже звучит очень красиво. Также эту композицию очень часто исполняют разные артисты на шоу талантов. Еще одно исполнение этой композиции «Öf Song», с которым я вас хочу познакомить, это исполнение этой песни в версии Димаша. Он очень сентиментально и трогательно исполнил эту песню. И его выступление на сцене всегда вызывает бурю эмоций. Теперь, когда вы знаете историю создания этой композиции, а также ее глубочайший смысл и актуальность этих проблем даже в настоящие дни, надеюсь, вам эта композиция будет нравиться еще больше. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий, а также обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи!